Приветствую вас, и давайте мы начнем с вами с того, что для начала определимся, как вы относитесь к своему мужчине. Любите ли вы его? Испытываете ли вы к нему эмпатию или увлечение или истописи? Как вы к нему относитесь? Какое у вас к нему отношение? Постарайтесь, пожалуйста, на этот вопрос ответить себе, потому что вы сейчас ведете себя далеко не как человек, который именно любит другого. Вы, к сожалению, ведете себя скорее как человек, который хочет через другого получить что-то для себя. То есть, в данном случае вы говорите, что вы не знаете, как себя вести, постоянно ему звоните и так далее, и так далее. Это, к сожалению, свидетельствует о том, что вы думаете о себе в этот момент, но не думаете, к сожалению, о самом молодом человеке, о мужчине. А вот о нем я бы и рекомендовал вам подумать для начала. Смотрите. Он говорит, что он говорит, что занят и что он не хочет вас видеть. Это неприятно, конечно. Это больно. Но давайте сразу определимся с вами в том, если он не хочет видеть вас, значит, вполне возможно, что ему так на сегодняшний день будет лучше. Ему лучше так, ему лучше так, ему лучше так, когда он вас сейчас не видит. Тогда дайте ему эту возможность. Позвольте ему побыть одному без вас, если он этого хочет. Почему вы не даете ему этого? Почему вы беспокоите его, несмотря на то, что он высказывает вам свою позицию довольно, ну, довольно однозначно? С чем это связано? Это вот то, что вам, на мой взгляд, нужно в первую очередь выяснить. Далее. Вы ведете себя так, как будто мужчина для вас имеет очень большое значение. И говоря очень большое, я имею в виду, что больше, больше, чем это, ну, скажем, необходимо, больше, чем должно быть. Так, не вопрос, почему? Ведь, получается, что вы через чур от него зависимы, от мужчин. Получается, что вы через чур от него, через чур в нем не знаете. Так, не вопрос, в чем ваша нуждаемость от него? Ну, вот вы говорите, что я поврежден в поврежденном состоянии, что я не знаю, что мне делать. Так, да. Примечательно, что вы говорите именно это, именно об этом вы говорите. О том, что вы не знаете, что вам делать. Но не о том, не о том, по сути, что вы, например, можете посвятить время, допустим, себе. Не о том, например, что вы можете, там, заняться совершенно спокойно, своими делами. Ваш молодой человек занимается своими делами. И вы занимаетесь своими делами. Что вам мешает, что-то делать. Почему вы не можете это, 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 как бы, притворить в жизнь. Подобно, типа, да, как бы. Далее. Значит, он вам явственно сейчас будет понять, что вас он видеть не хочет. Продихтованы это тем, что, по-видимому, мужчина изначально не воспринимал вас серьезно. Ну, то есть, именно ваши отношения серьезно он не воспринимал. Конечно, сложно делать выводы. Отновывается только на том тексте, который вы, например, ставили для все-таки более полной информации. Ну, все-таки вам позаривать вопрос и получить немного более полную картину того, что происходит. Но пока, я думаю, наиболее вероятна именно, именно вот такая ситуация, при которой мужчина, как бы, не честь вас, не боится вас потерять. Знает, что вы будете с ним в любом случае. И надо сказать, что основание для этого у него есть. Ведь вы сами, по сути, ведете себя именно так, как человек, который через черную дается в нем. Но мужчина это чувствует, мужчина знает, что вы готовы, например, раствориться в нем. И если ему это, скорее всего, не нравится. То есть, ему неприятно, что вы растворяетесь в нем, потому что вы теряете самобытность свою, как бы, предаете себе. А он теряет к вам интерес, потому что вы перестаете быть самой с собой. Здесь я рекомендую вам вспомнить о том, какая вы были раньше. Я рекомендую вам вспомнить о том, как вы себя вели до того, как стали встречаться с этим мужчиной. Я рекомендую вам вспомнить, что вы делали, какие у вас были интересы, куда вы реализовывали свою энергию и прочее. Папа, подумайте об этом, пожалуйста, вспомните. Это очень важный момент. Так как именно он определяет уровень и степень вашей самостоятельности в отношениях. Пока я видел, что вы не самостоятельны. Вот пока. Пока я видел, что вы не самостоятельны. И это, к сожалению, очень плохо. И вполне вероятно, что вам нужно как раз-таки больше внимания уделять себе, своим интересам. И меньше внимания уделять мужчине. Его интересам. И тогда, если вы будете это делать, скорее всего, ситуация повернется либо в вашу пользу, либо вы придете к нам из-за ванной мир остаться. То есть, как бы, ситуация заключается в том, что вы не знаете отношения мужчины к вам. Вы не знаете, как он к вам относится. И это основная проблема. Значит, нужно создать такую ситуацию, когда бы он, мужчина, я имею ввиду, значит, мог бы проявить к вам свою повиску. А проявительное может только в том случае, если вы как раз-таки поставите себя и его в эту позицию. А это возможно только в том случае, если вы будете действовать, исходя из своих интересов. Вот так. Я думаю, можно ответить на ваш вопрос. То есть, у вас налицо проявление зависимости. Соответственно, вам сейчас нужно меньше думать о мужчине, больше думать о себе, заниматься больше собой. Остановиться немножко, подумать, куда вы идете, куда вы стремитесь. Значит, остаетесь ли вы собой и так далее. Потому что ваше текущее положение, оно приведет только к тому, что вы все больше и больше будете обессынивать себя. И приведет это либо к тому, что мужчина вас оттолстнет, оскорбив, либо приведет это к тому, что вы так и будете добиваться его внимания постоянно, все время. И что больше и больше и больше вам для этого потребуется сил. То есть, здесь я согласен с коллегой говорить, что в текущем виде ваши отношения очень деструктивны. Но молодого человека все устраивает, значит, что менять ничего не будет. Менять нужно вам. Вот с этого и начните. И действительно, не нужно его пока беспокоить, если он этого сам не хочет. То есть, не нужно навязываться. Навязываясь, вы показываете человеку излишнюю нынешнюю данность в нем. Это ни к нему хорошему не приводит тоже. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, дополнительные, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok